Если вам необходимо укрыть почву от сорняков, создать пышный ковер из зелени и цветов или быстро украсить самые разные участки в саду, обратите внимание на почвопокровник под названием Фуопсис. Этот многолетник декоративный не только цветами, но и листвой. Высота его покрова от 15 до 30 см. Цветение начинается в мае-июне, а заканчивается в конце августа или в конце сентября, в зависимости от региона произрастания. Но даже до появления ярких соцветий это растение выглядит не менее привлекательно. Мелкая множественная листва и тонкие стебли создают пышный ажурный фон и густое покрытие. Благодаря этому в местах, где разросся Фуопсис, сорнякам уже будет не место. Все части растения обладают своеобразным запахом. Ароматное цветение Фуопсиса привлекает в сад бабочек и полезных насекомых опылителей. А вот слизни и прочие вредители обходят его стороной, так же как и болезни. Скорее всего из-за его специфического запаха. Он достаточно засухоустойчивый и способен расти как на солнечных участках, так и в полутени. В тень его лучше не высаживать, так как цветения там вы от него не дождетесь. Этот почвопокровник настолько неприхотливый, что хорошо приспосабливается к разным условиям и почвам. Ему подойдет обычная садовая земля, суглинок, песчаный и даже каменистый грунт. Он станет расти в альпинариях и на каменистых горках. Очень красиво выглядят ниспадающие заросли Фуопсиса на подпорных стенках и каменистых насыпях. Его также высаживают в подвесные кашпо, оформляя эффектные цветочные композиции. Реакция почвы желательно нейтральная, хотя Фуопсис смирится и со слабокислым, либо слабощелочным составом грунта. А вот чего он точно не любит, это чрезмерной влажности в зоне корней. Поэтому землю лучше подготовить рыхлую, с добавлением песка и дренажа. Зато этот многолетник не требует своевременного полива и довольствуется осадками. Он достаточно засухоустойчивый и может расти на открытых солнце участках. Однако в низинах, сырых и подтопляемых местах Фуопсис не стоит высаживать. Особенно сильно он страдает на влажных участках в холодный период года. Поэтому многие считают, что он не способен зимовать в средней полосе. Но это далеко не так. Данный многолетник выдерживает морозы ниже 23 градусов. У Фуопсиса длинные ветвистые корни и стелющиеся побеги, за счет чего он хорошо разрастается в стороны. Один кустик наращивает пышную дернину диаметром около 40 сантиметров. Молодые стебли, украшенные мелкой ажурной листвой, вначале прямо стоячие, после отрастают и красиво паникают, покрывая землю симпатичным ковром. Конечно, вся красота этого почвопокровника проявляется в период массового цветения. Его очаровательные зонтичные соцветия эффектно выделяются на фоне яркой, сочной зелени. Размер и окраска цветочных головок зависит от сорта. В основном это розовые, лиловые или с пурпурными оттенками шарики диаметром около 3-4 сантиметров. Соцветия украшают мелкие звездчатые цветочки и длинные тычинки, которые создают эффект пушистых помпонов. Фобсис декоративно выглядит с ранней весны и до глубокой осени. А в садах с мягким климатом он уходит в зиму вместе с листвой. Чтобы кустики размножить, проще всего их выкопать и аккуратно разделить. Также высевают весной семена на рассаду. Молодые растения переваливают на постоянное место, как устоится теплая погода и прогреется почва. Расстояние между лунками выдерживает около 20-30 сантиметров. В садах с мягким климатом семена данного почвопокровника можно посеять поздней осенью сразу в открытый грунт. Такое растение, как фобсис, крайне неприхотливое и ни в каком особом уходе не нуждается. Им очень красиво заполнять пустующие участки в саду, декорировать края садовых дорожек, альпийские горки, склоны, подпорные стенки и каменистые сады. Фобсисом также оформляют цветочные композиции в высоких вазонах и подвесных кашпо. При сильном разрастании кустики просто пропалывают и подстригают. Можно сразу высадить фобсис под бордерную ленту. С помощью этого многолетника ваз получится не только быстро украсить свой сад, но и избавить себя от изнурительной прополки сорной травы. Пышные заросли фобсиса красиво стелются по земле, прикрывая ее сплошным густым ковром. Однако учитывайте его активное разрастание и не высаживайте рядом с более нежными и низкорослыми растениями. Проще всего выделить этому почвопокровнику ограниченный бордюром участок. Очень эффектно он смотрится в оформлении приствольных кругов, под кустарниками, для декорирования и укрепления склонов и в компании с высокими и более крупными многолетниками. Поделитесь и вы своим мнением об этом растении. Какие еще неприхотливые и редкие почвопокровники вы можете посоветовать. Уверена, что ваш опыт будет многим интересен. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы в будущем не пропускать новые ролики. А если вам это видео было полезным, не забудьте пожалуйста поставить свой лайк и до новых встреч в нашем добром саду. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал.